Всем привет! Продолжаем играть за итальянское королевство. Играем в Crusader Kings 2. Давайте, да, вот запустим таймер. Ну и, в общем-то, продолжим. Так, в казни у нас сколько? 789 золота. В принципе, ну, можно потратиться. У Дуранти Дилука и Елена Кейн родился ребенок-дочь, и его назвали Королла. Какое красивое имя, правда? Королла. Мирза. Так. Наша женушка не беременная. Блин, она еще и безбрачие, да, выбрала. А нашему королю 46 лет. Так, а наследникам, да, будет у нас принц Фауста. Опять этот Фауста. Так, денежки есть. Может быть, что-нибудь построим? Так, я вот хотел, да, построить везде... ...финансовые именно строения. Ну, как бы, самые дешевые. Вот деревни при замке, да, вот. Деревни при замке я хотел построить. Так, построить именно, да, вот, в своих владениях. Потому что, в обладениях моих вассалов, я строить ничего не собираюсь. Пускай сами себе строят. Сами развивают свои домены. Ваше величество. Использовать эти претензии или нет. Ваш канцлер Миккель Ильвинг. Блин, чё так дорого? Это ж всего лишь графство одно. 234. Так, Истрия. Ага. А Истрия, в принципе, находится под Кайзером. Давайте настаивать, да. Так, в общем-то, претензии на Истрию больше нам не понадобятся. Я вот думаю, может быть, мне на Солерна... Сфабриковать претензии. Давайте я секундочку гляну на Сицилию. Ну, блин, вообще-то у Сицилии, да. Смотрите, тут вот Тунис. Вот здесь вот часть Триполи, наверное. Я, честно говоря, даже не знаю. Наверное, Триполи, да, вот, восточная часть. Вот эта вот западная часть. Да, смотрите, а Северная Африка тут под Пизанцами, под Сицилийцами, под Генуэзцами. Здесь вообще вот в Алжире, да, это... Это Алжир или нет? Это вообще Навара. Королевство Навара, это испанское, да? Да, тут как бы стремительно события развиваются. А что у Византии? А, гражданская война. У Византии гражданская война. Ну, дела Византии, как бы, меня не особо касаются, честно говоря. Так, ладно. Меня же пока что на данный момент интересует Истрия. Давайте объявим войну. Так, а он воюет с... С кем, с кем? Ага, он за претендента, да, воюет? Ну, в принципе, да. Можно, наверное, немножко подождать. Я так думаю. Пускай эта война закончится. И вот здесь вот как бы определится уже... Претендент. И дальше мы, в принципе, начнем. Марианна Кейн достигает совершеннолетия. Теперь она закаленный вояка. Молодец. Молодец. Так, а я еще не назначил наследника, да? А... Почему я не назначил... Так, секундочку. Почему я не назначил наследника? Так, ну этот карлик... 25 лет принцу Фауста. Ну, он неплохой. Он гений, смотрите. Да, я его выдрессировал хорошо. Ну, ему 25 лет. Вот если бы моя жена бы... Да закрывайся ты, а! Если бы моя жена... Королева Феврония... Родила бы сейчас вот... Гениального ребенка и сильного... Это было бы просто супер. Племянница Галина в явном расстройстве напоминает мне о моем обещании подыскать подходящую пару. Я до сих пор не могу найти хорошего человека. Так, ладно. Я, честно говоря, наверное, и не искал... Хорошего человека. Давайте вот за удельного князя Добрыню из Кирженец. Давайте выдадим ее замуж, да, вот. А Галина получит 3 престижа. И 200 престижа от вступления в брак судельный князь. Ну, хотя бы престиж получим. Так, кстати, да, вот я вспомнил. Мне еще, вообще-то, нужно долги вернуть. Я же там назанимал денежки. О, кстати, я могу и законы поменять. Так, спокойно, спокойно. Это не ковид. Так, так. Не разбегайтесь, не расходитесь. Это не заразно. Я просто это, поперхнулся. Знаменитый король Фауста II. Желаю вам жить в гармонии и процветании. Я принимаю ваше предложение о том, чтобы Агалина и удельный князь Добрыня поженились. Да, пожалуйста. Я, как бы, всегда за. Так, а вы че, не закончили, да, еще войну? Все так же 77%. Так, давайте, в общем-то, прекратим заговор этого графа Ливио. О, он еще и убить кого-то хочет. Ах ты ж, подлец. Ваша милость. Желаю вам жить в гармонии и процветании. Ваше требование справедливо. Мои интриги были неверно нацелены, и я надеюсь, вы найдете в себе благородство простить меня. Конечно. Я, как бы, найду в себе благородство. Так, а, кстати, кто у нас Кайзер-то? Давно-ка мы Кайзера не смотрели. Кайзер Генрих IV Великий, 73 года ему. Я вот сижу и думаю, может быть, задуматься о независимости. Сколько королевств в Священной Римской империи? Так, Лотарингия, Бавария, Италия, Богемия. Ага, четыре королевства, представляете? Так, ну, конечно же, да, вот, нынешнего Кайзера, да, я не буду расшатывать. А вот следующего вполне возможно. Граф Атакар из Бадена основал фракцию короля Рудольф I в Сри, Священной Римской империи. О, смотрите, да, вот они прекратили войну. Так, теперь можно потребовать титул Истрия. Будем использовать Де Юри претензии. Так, давайте попробуем призвать принца Бертольда из Баварии. И короля Рудольфа из этой самой Баварии тоже попробуем призвать на войну. Ну, они могут согласиться, потому что, в принципе, здесь им ничего не угрожает. Соберем наши войска. Так, ну и будем потихонечку выдвигать их в Тревизо. Да, смотрите, а у него тут эти мятежники появились. Героический король Фауста II. Божья благодать на вас и ваш дом. Сейчас мы, к сожалению, не сможем помочь вам в войне. Это король, да? Ну, то же самое, в принципе, по сути, ответил и Баварский принц. Ну, ладно, в принципе. Зато они потеряли это престижа. Из-за отказа от участия в войне. У принца Фауста из Италия и Альдона Парай родился ребенок-дочь, его назвали Агалина. Гениальная. Блин, а че не мальчик? Почему девочка? Сегодня мой племянник Закария попросил у меня владения для самостоятельного управления. Я скажу, что он еще не готов. Я скажу тебе, обломись. Ваше Величество, чем больше я познаю учение Фрати Чели, тем сильнее я чувствую, что должен принять ее и показать вам мудрость заключенную в этих письменах. Я послал вам выдержки из наиболее интересных частей. Я призываю вас последовать моему примеру и принять Фрати Чели. Ваш духовник и епископ Рютгер. Так, не-не-не, ересь не. Он сумасшедший, арестовать его. Так, давайте мы сразу же потребуем от него. Ну, можно, конечно, выкуп потребовать. Но давайте мы потребуем, чтобы он отказался от ереси Фрати Чели. Да, это католическая ересь. С этим лучше не шутить. Так, ну что ж, да. Наши войска будем выдвигать сразу же в Истрию. Ваша милость, легенды ходят о вашей мудрости и милосердии. Я прислушаюсь к вашим советам и приму веру в католичество незамедлительно. Так, ну да. Никакой ереси не надо, потому что Папа Римский этого не одобрит. Так, вообще-то мне нужен духовник. Похотливый. Он же еще похотливый. Хм. Он хочет стать богатым. Ну, у нас, смотрите, у нас есть Дуранты здесь вот. И у него тоже 13. Но он хочет стать духовником. Давайте вот этого Дуранты, придворного из Италии, назначим духовником. Ну и пускай он изучает культуру в наших владениях. Так, давайте Альбина отдадим на обучение. Ну вот, Лондоне, графу в Кремоне. Так, отлично. Наступаем на Истрию. Племянница Марьяна волнуется, что до сих пор не браки. Обещаю подыскать хорошую пару. Давайте попробуем подыскать ей хорошую пару. А может быть, что-нибудь... Ага. А вот ничего. Так, ладно, давайте ее пока что придержим. Как бы достойных женихов особо-то и нету. Так, отлично. Разбиваем вот этих вот мятежников, повстанцев. Ну и осаждаем Истрию. Чем мы тут осаждаем Пазин? Крепость на этой земле. Я думаю, в принципе, эта война закончится быстро. Особо здесь, как бы, переживать нечего. У Аверада Кейн и принцесса Плесани из Франции родился ребенок, сын. Его называли Аверада. У вас вообще фантазии нету, ребятки? Так, а прошу прощения, давайте я еще раз гляну. Ну да, тут только вот Фауста. 26 лет. Только вот он самый подходящий кандидат на роль будущего короля. Так, 47 лет нашему персонажу. Ну, в принципе, да, здесь, как бы, здесь у нас и полная поддержка у нашей семьи. Я контролирую отлично, смотрите, своих феодалов. То есть, у меня полная поддержка. Так, а что-то в Священной Римской империи вообще-то тут... А, нет, я думал, кайзер сменился. Контрабандисты осаждают еду осажденным. Доставляют. Прошу прощения. Держать стены долгое время под бдительным наблюдением невозможно. А предприимчивые торговцы знают, что город в осаде – это отличный рынок сбыта для еды. Один из таких торговцев сумел добиться значительных успехов в контрабанде едой. Хотя ее все равно не хватает. Осада затягивается. Я решил принять в закон минимальные городские налоги. Все, что мне нужно – это поддержка лояльных вассалов. Кайзер, наш кайзер, ваш кайзер, да? А вот хрен тебе. Отклоняем. Всячески буду саботировать все действия всех кайзеров в Священной Римской империи. Ну, потому что я как бы иду на независимость. Мне нужно, чтобы в Священной Римской империи началась какая-то гражданская война. И я под шумок себе спокойненько покину. Это богом проклятое образование политическое. Ну и королевство Италия обретет независимость. Лорды Священной Римской империи одобрили принятие закона минимальные городские налоги. Быстро. А, вы близнецы, да? Ну, давайте близнецов отдадим на обучение нашим вассалам, чтобы немножко улучшить отношения на 20. Все-таки же, когда много детей, это тоже, знаете, вот, ну, в определенном смысле... В определенном смысле это тоже хорошо. Так... А че там у Сицилии? Да нормально все, вроде бы. Защищается в войне Спалетская война за титул Генуя. Играф Альбина и Спалета. Спалета. Че-то знакомое Спалета. Это не у... Не у меня, разве? Блин, это мое. А, то есть мой граф. Хе-хе-хе. Решил, да, напасть на Дожа Беломудрого. В войне Спалетская война за титул Генуя. Ну, ты как бы зря с Генуей. Генуя сильная. Ты зря как бы закусился с генуэсцами. Вполне вероятно, будешь платить им откуп какой-то. Потому что ты проиграешь эту войну. Так, минус 3, да, ополчение? Дает. Ну, ничего страшного. Минус 3, это немного. Так, мы все еще осаждаем Пазин. Крепость. Так, отлично. Кстати, смотрите, тут уже 91%. Давайте выдвинем требования к капитуляции в Истрии. Сейчас вот этот вот граф Ульрих обдумывает наше предложение. Жалкий король Фауста II. Пусть твоя жизнь будет короткой и несчастной. Я отвергаю ваше мирное предложение. Почему ты же был готов согласиться? Ну, ладно. Принцесса Камила из Италии достигает совершеннолетия. Теперь она выдающийся богослов. Принцесса. Гомосексуальная. Ух ты, ее можно за короля. Так, 7. Так, а вот это вот интересно. Шотландского короля или Арагорнского? Блин, я закрыл ее, да? А как я звали? Так, секунду, ребята. Сейчас я быстренько Арагорн. Да ты вообще как бы маленький король. Шотландия более крепкая. Смотрите, шотландцы. Так, сейчас я ее найду. А, вот, Камила, да. Принцесса Камила. Давайте ее выдадим замуж. Ну, пока что, да, вот, помолвку. С королем Дональдом. Королем шотландским. Хорошо. Все-таки ж нам союзники, я думаю, понадобятся. Когда-нибудь. Бухгалтерия – это очень недооцененная область управленческой науки, в которой вы решили научиться разбираться. Вы получили более четкое представление о финансах ваших владений. И ваши навыки управления улучшились. Я могу заниматься этим весь день. Король Фауста Второй получает плюс один к управлению. Героический король Фауста Второй. Божья благодать на вас и ваш дом. Я принимаю ваши предложения о помолвке между принцессой Камилой и король Дональд Пятый. Так, я плюс один к управлению. Да? А чё такое маленькое? Только пять. Дипломатия четыре. Ужас. Ужас. Так, давайте заштурмуем город Триест. Но сначала почитаем. Осаду продлила интрига. Предательство является величайшим врагом защитников любой крепости. Чтобы укрепить свою решимость, защитники должны бояться возмездия нападающих. Сегодня командующий Фиуме публично казнил на стене пленных. Считаю, что это деяние укрепит боевой дух, наверное. Они заплатят за это. Так, отдаём приказ на штурм. И заканчиваем эту войну. Так, давайте ещё раз выдвинем вот эту вот графу Ульриху из Истрии. Требования к капитуляции. Ну, смотрите, здесь да, как бы. Тут уже сдаваться некуда. Король Фауста, второй из Италии, узурпировал титул графства Истрия Ульрих фон Веймар. Итальянская война за титул Истрия закончилась. Победитель король Фауста, второй из Италии. Так, давайте перекрасим карту. Так, в первую очередь распустим войска. А вот Истрию, Истрию мы отдадим. Ну, кому мы и отдадим Истрию? Так, какому-нибудь графу, наверное. Спалет, графиня в Савоя, в Лука, Модена. А, кстати, какой я хочу региончик отобрать? А, я Луку хочу вроде бы отобрать. Да, потому что она входит в герцогство Тоскана. Да. А я напомню, что я хочу контролировать полностью герцогство Тоскана и герцогство Феррата. Так, ну Феррату я контролирую полностью уже. Да. А вот в Тоскане мне как бы не хватает графства Лука. Я, кстати, вот получаю минус. Да, вот из-за этого. Потому что вот эти вот ребята хотят полностью контролировать то, что по сути принадлежит мне. Так, в общем-то, графу из Луки ничего не даем. Графиня в Пьемонт. Ну, она француженка. Солуцу. А, Солуцу. Вот, давайте ему дадим. Так, давайте ему пожаловать на дел. Графство Истрия. Вот, на, держи, пользуйся. Хорошо. 74 года, кайзеру. Ну, дядька, да? Бодрячком. Герцог Саня, второй из дофини, основал фракцию сепаратисты. 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 Ростовщики напоминают, что долги вообще-то пора возвращать. 300 золотых? Да, нате. Пожалуйста. Возвращаем. Может быть, мне присоединиться к сепаратистам? Сторонники стремятся утвердить независимость. От Альберта Кейн достигает совершеннолетия. Теперь он блестящий переговорщик. Так, ну ладно, я пока что не буду лезть на рожон, не раздражать нынешнего кайзера. Я все-таки же дождусь подходящего времени. Ну, я смотрю, кайзеры обычно в мои дела не лезят. То есть, я себе тут Италии распоряжаюсь как хочу. А он может, он может отбирать у меня территории. Ну, он как бы, да, пока что меня обходит стороной. В мои дела не лезят, но я как бы, я его и не трогаю. Хотя я ему тоже могу, знаете, накидать палок в печку. Да. Ну, типа того, да. Так. Давайте, может быть, глянем, что у нас в мире творится. Так, у Византии гражданская война. У Фатимидов. Че это такое? А, то есть, у него здесь дофига воин. Он еще из... Это сельджуки, что ли? Так. Ну, он, короче, с кем-то тут закусился. Ну, да, мусульмане убивают друг друга. Ну, у него тут священная война. Занадел тигром. Так. Халиф Абу Мансур. Муршит Первый. Юсифит Эмират. Ну, да, смотрите. Защитники. Принц Шахрус и Сельджук Султанат. Короче, здесь мусульмане так вот конкретно, походу, закусились. Воюют. У половцев, кстати, все в порядке. У Руси все хорошо. В Норвегии все прекрасно. Англии нету. Племянница Мариана в явном расстройстве напоминает мне о моем обещании подыскать подходящую пару. И я до сих пор не могу найти хорошего человека. Так, нет, я сам решу, кого что нужно. В возрасте 40 лет. Плясание. Капит. Умерло от пневмонии. Кто это такая? Без понятия. Так, бароны. Бароны. Давайте вот за вот это вот сбыньек из богемии отдадим ее замуж. Выдадим замуж. Так, Англии нету. Ее контролирует Норвегия. Управление большим штатом слуг в вашем замке во многом подобно управлению в маленьком владении. Существует множество обязанностей, которые должны выполняться, как работают часы. Бесперебойно и качественно. А это не так-то и просто. Вы уделили некоторое время реорганизации вашего замкового хозяйства, отчего ваши навыки управления улучшились. Да, я предполагаю, они улучшились. Запомни, на стол накрывают 8. Плюс 1 к управлению получили. Так, в общем-то, тут на севере Британии. В Шотландии я хорошо себя дышит. Превосходнейший король Фауста II. Желаю вам жить в гармонии и процветании. Я принимаю ваше предложение о том, чтобы Мариана и принц Сбынек поженились. У Франции все хорошо. Так, в Испании реконкиста идет, но как-то слабо. Как-то что-то слабо. Автозит, да? Автозит. Это что у нас, Султанат? А, нет, это Эмират. Да? Да, Эмир. Эмират. Так, а вот, кстати, вот большую часть Испании-то, как бы, испанцы отвоевали. Я начинаю думать, что герцогиня Григория I начинает увлекаться мной. Нет, так не пойдет. Получим 10 благочестия. А герцогиня, это пускай идет лесом. Так, Северную Африку я смотрел. Смотрите, тут уже Венеция. В Триполи. Так, ну ничего. Мир изменится. Вот, видите, мир изменится, когда придут орды. Вот это вот будет интересно. Сегодня мой сын Фауста попросил у меня владения для самостоятельного управления. Слушай, дорогой, тебе же все достанется. Тебе целое королевство достанется. Я скажу, что он еще не готов. Его ждет королевство. Нафиг тебе какое-то там владение. Так, кстати, денежки есть. Давайте, может, в Воровену куда-нибудь вложимся. Я тут думаю, нужно вложиться во что-нибудь, чтобы приносило деньги. Ну, вот, деревню при церкви. Ну, 200 это многовато вообще там. Так, давайте вот ореться. Деревню. Городок при замке, да, вот, построим. Так, ну и пока что вот немножко побережем денежки. Помолвленные могут пожениться. Да, конечно, пожалуйста. А ты что, уже вырос, что ли? Не понял. Тебе только 10 лет. А-а-а, да-да-да, все понял, понял. Знаменитый король Фауста Второй. Легенды ходят о вашей мудрости и милосердии. Я принимаю ваше предложение о том, чтобы все кондоты и принцесса Мэриэл поженились. Да, я же себе хотел союзников. Это, в общем-то, вот она вот принцесса Камилла, она за ним замужем. А вот... Вот этот вот парень, мой сынуля, да, или кто он мне там такой. Он женился на принцессе шотландской. Так, 1125 год. Ну, в принципе, да, еще где-то 100 лет и начнут потихонечку приходить орды. Орды кочевников с востока начнут приходить, а с запада придут ацтеки. Ужасные ацтеки, которые обрушатся, ну, либо на Англию, либо на Францию, либо на Испанию. И вот тогда вот католический мир взвоет. В общем-то, да, вот, когда придут сюда вот орды хулагуидов, тут уж мусульманский мир взвоет. А когда вот придут монголы сюда вот, тут уже, да, вот, русичи, половцы русичи, они взвоют. У меня монголы, кстати, вот, они доходили до, вот, досюда, до Священной Римской империи. И мы не могли их остановить. Я, по-моему, играл за какое-то королевство. Ну, как бы за герцогство, но уже к тому времени было королевство. И мы не могли их остановить никак. Просто никак, они сметали все. Ну, там 100-тысячные армии. Там две 100-тысячные армии. И, как бы, победить их... До вашего сведения даже было доведено, что в саду... В саде... В саде... В саду за пределами замка форменный беспорядок. На прошлой неделе один из служащих заблудился там и не выходил оттуда в течение двух дней. Решение этой проблемы было бы отличным проектом, который сможет улучшить ваше управление. Время для подрезания зелени. Вы работаете над улучшением вашего сада. Так вот, да, вот. Мы сумели остановить монголов только вот здесь, вот на границе Священной Римской империи. Правда, мы вписывались за поляков. Ну, как мы, католики. Потому что там было все-таки же, да, вторжение. Вписывались за поляков, но с треском провалились. Потом вписывались за Венгрию и тоже с треском провалились. И вот здесь вот за какое-то королевство, по-моему, Богемия или Бавария тоже вот было. Ну, было, в общем-то, какое-то политическое образование. Вот здесь вот мы сумели разбить с трудом. С трудом сумели разбить монголов. Ихняя империя простиралась вот от Кавказа, вот здесь вот до Бурханида, Хорезма. А на севере вот здесь вот до Карелии. И вот такая вот огромная империя. Вместе с садовниками вы привели свой сад в более презентабельный вид. Вы организовали систему каналов для орошения растений. Сараняки были уничтожены, а лабиринт теперь действительно имеет выход. Кости, разбросанные в лабиринте, также были вычищены. Тяжелый, но благородный труд. Благодарный труд. Я многому научился. Король Фауста получает 2 к управлению. Также получает особенность садовод. Ух ты! У персонажа Король Фауста, второй из Италии, удовлетворены амбиции улучшить навык управления. Так, а дипломатию мне нельзя улучшить? Мне нужно дипломатию улучшить. Так, ну и наш персонаж стал садоводом. Этот человек не любит ничего больше, вознив саду за выращиванием трав и экзотических фруктов. Так, ну и смотрите, один региончик у нас появился в размере вотчины. Так, ну ладно, я вам рассказывал тут, что было. Но вам-то не интересно, что было. Вам интересно, что будет. А что будет, я, честно говоря, и сам не знаю. Но я буду пытаться выжить любой ценой. Ну, прям любой ценой. Так, давайте, в общем-то, проверим. Ага, заговорщиков нету. В тюрьме никого нету. Скучно. Так, кайзер. 76 лет. Граф Лондоний из Кремона больше не наставник Альбина Кейн. Так. Король Фауста, второй из Италии, унаследовал графство Кремона и другие титулы от графа Лондонии из Кремона. Мой вассал, герцог Гентель, второй из Модена, обратился ко мне с просьбой о том, чтобы вассал низшего ранга служил ему, а не непосредственно мне. Другой вассал мне нравится больше данное решение доступно благодаря вашему высокому навыку интрига. Да, ну, смотрите, он все равно минус 20 свое мнение изменил. Так, Кремона, да? Кремона. Ты где, Кремона? Ага, это Кремона. Так, ну, Кремона мне не нужна. И Павия мне не нужна. Давайте кому-нибудь отдадим. Так, а у тебя наследников нету, да? Детей нету. Так, ты вообще датчанин, ха-ха. Ты вообще датчанин, так что... Здесь тебе не Дания, сынок. Угу. 38 лет. А че у тебя детей нету? Дорогуш. Смотрите, она и гениальная. Она и русская. Но католичка. Мишель Ди Лорителло. Ну, ты мне нравится, Мишель Ди Лорителло, да? Он привлекательный. Че у вас детей нету? Ладно, давайте ему дадим тогда вот. Лишние владения. Кремону дадим ему. И Павию дадим ему. Так, хорошо, держи, пользуйся. Если что, ты мне понадобишься. Давайте обучим наших детей. Вернее, как бы обучим. Отдадим их на обучение. Вот, отдадим им Гентелю. И Герцогу в Мадене. Так, ну и еще вот Пандольфа. Отдадим их на обучение. С кем бы мне графа Альбина, да? Вот он хочет спалета получить. Еще и Герцогство хочет. Давайте вот этому графу в спалета, граф Альбина, отдадим ему на обучение. Ну и немножко, получается, с ним улучшим отношения. Да, на 15. Прошу прощения, на 20. Потому что у него было минус 5. Сейчас уже 15. Так, пускай обучает моих отпрысков. Так, я сам решаю, кого назначать, а кого не назначать. Так что, ты уж не ругайся. Давайте строить города при замках. Так, городскую... Городскую ратушу построим. Так, Микеланджело Диболония заявляет, что он лучший маршал. Пошел нафиг отсюда. Так, ну и... Да, вот. Давайте вот деревню при замке. 128, как бы, оставим на всякий пожарный. Вообще, как бы, да, нежелательно так вот денежки транжирить. Но... Но все-таки ж я играю немножко небрежно и неаккуратно. Крестовый поход на державу Иерусалим. Его святейшество, Папа Мартин IV, обеспокоен мольбами о помощи от христианского населения в королевстве Иерусалим. Он убеждает всех здоровых мужчин Европы поднять оружие против зла халиф Абу I Мансур Аль-Низар. Вопросительный знак. Чтобы спасти Иерусалим от иго безбожных магометан. Бог даст благочестивым паломникам отпущение грехов на небесах. Ну да, Деус Волт. Кристофоро из Италии. Достигай совершеннолетия. Так, а может быть мне ради разнообразия отправиться в крестовый поход? Ну там можно и голову сложить. А можно и в плен попасть. Так, кто тут у нас уже пошел? Герцог, Герцог, Ярл. Так, Конунг, Королева. Так, Король Баварский. Матей Толстый. Герцог. Так, давайте и вот эту вот девочку отдадим на обучение кому-нибудь. С кем я хотел бы улучшить отношения. Давайте вот Эниограф в Вероне. Так, 35, 95 нужно, да? Это получается 90, это 45. И 5, это половина, два с половиной, ну три, да? Это 48, 48 голосов. Ну еще больше 10 голосов нужно. Что-то тяжело принимаются законы. Так, а давайте мы глянем Ди Юри, да? Ну вот, скорее всего, Генуя блокирует принятие законов. Бизанцы тоже, вот скорее всего, блокируют принятие законов. Папа, наверное, вот тоже, да, вот не особо рад этому. Вообще-то папу можно атаковать и забрать у него Рим. Вы подходите к большой возбужденной толпе, стоящей у высокого здания в области Голландии. Кажется, все они собрались посмотреть на человека, взобравшегося на него. Отчаявшийся человек, уставший от трудностей жизни, готов прыгнуть. А несколько зевак подстрекают его... Так, ну да. Не делай этого, мужик! Вы мчитесь вперед, чтобы остановить самоубийство. Вы спешите внутрь здания с самоубийцей. Нет, стой там! Он плачет, когда видит вас. Вы медленно подходите к нему. Я просто хочу поговорить. Говоря это, вы медленно приближаетесь к нему. Так. Ну здесь 50 на 50. 50-50. Поговорить с ним или схватить его? Давайте попробуем схватить его. Будем более радикальными методами действовать. Вы делаете попытку схватить человека. Вы резко хватаете человека за запястье, прежде чем он прыгает. Отпусти меня, идиот! Кричит он. Ты не имеешь права мешать мне покинуть этот мир. Далеко внизу вы замечаете, что крестьяне положили стоги сена, чтобы смягчить падение. Так, это становится опасным. Так, прыгнуть вместе с ним. Втянуть его внутрь. Так, не, прыгать не хочу. Это, как бы, можно и покалечиться. А можно и убиться. Ну, в принципе, да. Король Фауста, он, как бы, не очень-то хороший король. Я был бы рад, если бы... Пришел бы к власти принц Фауста. Ему 28 лет. Как бы сейчас, вариант самоубийства, ну, был бы для нашей державы более выгодный. Давайте прыгнем вместе с ним. Ваши глаза блестят безумием. Ты, правда, хочешь прыгнуть? Отлично, давай прыгнем. Остолбеневший человек смотрит на вас. Ты, ты сумасшедший, выкрикивает он. Прежде чем он успевает что-то сделать, вы хватаете и вы прыгаете вниз. Посмотри вниз. Земля устремляется к вам. Вы благополучно приземляетесь на сток сену. Нужно повторить, восклицает вы, отряхивая одежду. Потрясенный самоубийца пытается убежать от вас и натыкается на толпу. Отстаньте от меня, помогите. Этот мужчина пытался убить меня, он псих. Когда вы уходите, вы поняли, что ваша дипломатичность... Я, честно говоря, затрудняюсь предположить. Миссия выполнена. Король Фауста Второй получает плюс один дипломатии. Так, ну да, такие вот приключения. Так. Герцоги, герцоги. Король Якуш из Польши пошел в крестовый поход. Король Матей из Хорватии пошел. Пошел нафиг. Король Дональд из Шотландии пошел. Так, королева из Лотарингии пошла в крестовый поход. Ваше Величество, чем больше я познаю учения Вальденции, тем сильнее я чувствую, что должен принять ее и показать вам мудрость, заключенную в этих письменах. Я послал вам выдержки из наиболее интересных частей. Я призываю вас последовать моему примеру и принять Вальденции. Ваш духовник Дуранте. Вы заколебали, это ересь. Так нельзя, Папа Римский не одобрит моего... Моего стремления. Хотя это даже не стремление. Так, не позволю про царя такие песни петь. Он сумасшедший, арестовать его. Так, ну и давайте вот мы его сразу же как бы... И заставим отречься от вот этой вот католической ереси. Кстати. А кстати. Давайте вот Рюгера, епископов Прата, восстановим на должности духовника. Ну и отправим его изучать культуру во Флоренции. Так, 95 и 5. Ну довольно таки сильный моральный авторитет католичества. Почему так часто ереси на меня нападают? Уже второй раз за серию. Я не могу прекратить думать обо всех этих заключенных в моей темнице. Они в полной моей власти. Так просто причинить им нестерпимую боль. Должно быть приятно слышать их крики и видеть ужас в их глазах. Сопротивляться недостойным порывам. Нет. Вся эта жестокость не для меня. Ваша милость. Легенды ходят о вашей мудрости и милосердии. Я прислушаюсь к вашим советам и приму веру в католичество незамедлительно. Так, ну да, да, принимай. Давайте городок при замке построим в Болонии. В графстве Болония, да. Так, ну Кайзер не пошел в крестовый поход, да? Французский король тоже не пошел в крестовый поход. Венгерская королева не пошла в крестовый поход. Так, а что у нас республики? Так, ну Генуэссы не пошли. Венецианцы. Они тут своими воинами страдают. Сицилийцы. Тоже не пошли в крестовый поход. Так, ну Испанцы вроде бы они раздроблены. Ну вот Кастилия сильная, да, государство. Тоже не пошел Кастильский король в крестовый поход. Короче, искать там нечего. Племянник Ада Альберта волнуется, что до сих пор не в браке. Обещаю подыскать хорошую пару. У Секандота Кейн и принцесса Мэриэл из Шотландии родился ребенок. Сын его назвали Мефодий. Блин. Так много. Так, ладно. Давайте пока что мы... Давайте вот его женим на принцессе Этильфлет. Принцессе в Шотландии. Ну она горбатая, блин. Зальтана принцесса Венгрии. Она похотлив. Давайте лучше вот на вот этой вот Зальтана принцесса Венгрии. Женим его. Так. Чё у нас там за дитё? Народилось. Дорогой король Фауста Второй, мир вам, я принимаю ваше предложение о том, чтобы Адальберта и принцесса Зальтана поженились. Так, у нас какое-то дитёна родилось. А как его звали? А Вера, да нет. А, Мефодий. Хм, прикинь, Мефодий. Ладно. Ага, Мефодий. А у кого это? Так, не понял. А кто твой папа? Секандота. Принцесса Мэриэл. Ну она шотландка. Он итальянец. А почему назвали Мефодий? Ну ладно, в принципе. Ну я не понял. В общем-то, не особо так и важно. Так, королю Фауста Второму из Италии 50 лет. Да ладно, 12% мы ещё и побеждаем. А чё, венецианцы, что ли, пошли в этот... Да нет, вроде бы. А чё они там тусуются? С кем они там воюют? Так, ну зато вот они с Кайзером закусились. Вернее, как бы не они с Кайзером, а Кайзер с ними. Да, он эмбарго ввел. Ну эмбарго это прикольно. Это вообще можно денежки заработать. Хе, я бы сам бы ввёл бы эмбарго, если бы был бы независимым. Он, конечно, порвёт их. Так, нынешний Кайзер, он... Он порвёт в пух и прах Венецию. Так, давайте нашу девчушку отдадим на обучение нашим вассалам. Давайте вот к Гензелю, к Герцогу в Модене. 41, 41, потихонечку вот растёт уже. А нужно, я считал, сколько? 48, да? Фротичели Ерис появилась в провинции Падуя. Ужас! Ужас! Так, блин. Давайте праздник проведём. Я издаю указ об организации Большого Пира, который будет проведён в области Швиц. Пусть начинают приготовление. А почему Швиц? У меня же столица во Флоренции. И все мои вассалы будут там. А, потому что... Король Фауста, да, находится в Швиц. А где этот Швиц? Кайзер заставил нас командовать армией. Струя огня прошла мимо моего лица, и мои волосы начали ввиться от жара. Вожиратель огня был слишком небрежен на мой вкус, однако его труппы и он сам были явно очень квалифицированы. Гости будут впечатлены, если факиры будут развлекать их на Перу. 37 золота. Блин. Откуда такие цены? Так, Швиц, да? Сейчас ещё раз проверим. А, Гризон, нет. Гризон. А, где это Гризон? Швиц, а, вот Гризон. А, десятитысячной армией меня поставили командовать. Кайзер нас поставил командовать десятитысячной армией, кстати. Неплохо. В возрасте 24 лет князь Глеб I из Витебска умер от пневмонии. Ну, люди умирают. И игровые персонажи тоже. Лучшая часть подготовки праздника – определение того, что будет на столе в виде угощения. Нужно купить оленины, кабана и утку, специи, вино и пиво, мёд и другие десерты, сыры и, возможно, даже лебедя или павлина. Я даже не буду задумываться об экономии на еду. Большая часть подготовки к празднику окончена. И осталось только разослать приглашение. Так, ну что ж, приглашаем всех наших вассалов. Вассалов, а? Ваше Величество, я благодарю вас за приглашение, но я не смогу присутствовать на вашем перу. На самом-то деле, я не очень-то хочу ступать по той же земле, по которой ходите и вы. С уважением, граф Ансельма. Ну, ты мне тоже как бы не нравишься. Вообще-то, ребятки, да, не злите меня. Ох, лучше не злите меня, потому что, всё-таки ж, не злите вашего короля. Это, кстати, относится всем. Не раздражайте ваших директоров, начальников, бригадиров, ну и прочих вот. Лучше не раздражайте, потому что... Всякое может случиться. Хе-хе-хе-хе-хе. Я про то, что вполне возможно, если вы, как бы, сегодня раздражали вашего командующего начальника, бригадира, директора, ну и прочего. Учителя-преподавателя, там не знаю кого. То завтра будете искать новую работу, или новый класс, или другое учебное заведение, ну и так далее. Гости, наконец-то, прибыли. Всё готово, повара работали день и ночь, готовя на стол, да и замок никогда не выглядел так привлекательно. Добро пожаловать на пир, ребятки. Так, где ты находишься? Так, автосохранение пошло. Ну, ещё один год прошёл в Кремоне. Кремона. Ага, всё-таки же десятитысячной армией командуем. Графиня Элизабет перерезал горло одному из моих слуг, когда этот неуклюжий человек пролил вино на её платье. Хо-хо. Ух ты. Так, капризного деспота. Управление минус два, образованность минус один. Немного золота заставит их замолчать. Блин, а если её бросить в темницу? Мнение всех вассалов изменится на минус двадцать. Не-не-не, блин, я так долго шёл к этому принятию закона, мне как раз тут вот голосов немножко не хватает. Я не могу сейчас вот себе позволить так поступить. Хотя это, конечно же, не справедливо. Немного золота заставит их замолчать. Ну да, почти двадцать пять золота потратим. Но я, да, к сожалению, не могу себе позволить быть справедливым. Некоторые из моих гостей не казались довольными угощениями, но я не мог подумать, что один из них пожалуется вслух. Граф Леонардо наговорил много гадостей о идей, и я не могу не чувствовать своё раздражение. Молчите, если не можете сказать ничего хорошего. Ну да, минус десять, он получил моего мнения. О себе, о своей личности он получил, да, минус десять. Последний из гостей вернулся домой. Все пришли к заключению, что это был замечательный приём в этом году. Я получил огромное удовольствие, как и все остальные. Да, и я потратил кучу денег. У персонажа Король Фауста, второй из Италии, удовлетворены амбиции улучшить навык дипломатии. Ну да, я получил, как бы, временное, да, вот, плюс пять к дипломатии и плюс пять к общему мнению. Так, стать маршалом, стать тайным советником. Ну, я так понимаю, это в Священной Римской Империи. Да, чтобы она была здорова, эта ваша Священная Римская Империя, мне до неё вообще никакого дела нет. Вот кайзер заставил меня воевать. Давайте лучше вот улучшим своё образование. Заставил меня командовать, ну хотя бы десятитысячной армией командую. А то ещё и в плен попаду, и могут убить на войне. Всякое может случиться. Так, принц Кристофора из Италии заявляет, что он будет лучший маршал. Ну, я сам решу. Ну да, 28%. В общем-то, уже у кайзера в этой войне лорды Италии одобрили принятие сильная власть. Ну, наконец-то! Боже мой, как я долго этого ждал. Так, монарх сдерживает права высшей знати, полагаясь вместо них на служащих, назначаемых из нетитулованного дворянства. Зато вот мнение вассалов-дворян минус 20%. Но смотрите. Минимальное ополчение вассалов-дворян 60%. Минимальное ополчение вассалов-дворян 60%. Минимальное ополчение с вассалов-духовенства 60%. Ну да, минус 20 К общим параметрам я получаю Так, ну и мне бы, честно говоря, вот свободное назначение принять Так, ну и даже не знаю, душить их налогами Ну конечно же, минус я получаю, да Но зато денежки пойдут Развитие пойдет быстрее Или не надо, тут как бы Так, в общем-то да, заставим прекратить заговор эту герцогиню из Капы Кстати, давайте обучим Обучим этого ребеночка Давайте я лично А, ха-ха, ясно А у нее 100, почему она не хочет? У нее 100 мнения обо мне Почему она не хочет, чтобы я обучал ее? А, уже рассматривает наше предложение Какое? А, все понял, она рассматривает предложение Прекрати заговор Все, 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 все правильно Так, нечего пенять тут на игру Если как бы, да, тут все правильно Ваша милость, мир вам Ваши требования справедливы Мои интриги были неверно нацелены И я надеюсь, вы найдете в себе благородство простить меня Конечно, моя дорогая А теперь, пожалуйста Я хочу, чтобы твой сынуля Наследник Он был не греком А был итальянцем Поэтому я как бы Возьмусь Лаврентий, да? Лаврентий Значит, Лаврентий, товарищ Я займусь вашим обучением Лично И обучу его в итальянскую культуру Так, Авсалуцу Так, ты итальянец Пьемонт Ага, француженка Угу, но здесь как бы нет Так, здесь я тоже, видимо Пьемонт Пьемонт Ага, и да Вот, у нее и Вале Заодно Ну да, она как бы это Оксианка Это, по-моему, испанка Испанка Сейчас я проверю Кастилия А нет, они Кастильские Иберическая Француженка, может быть? Нет, француженка так и написано Французская Оксианка А что за нация такая? Кастильская Навара Басская Португальская А ты, ты вообще Кто такая? Что за такая вот Оксианская Латинская Да, но все равно Минус 9 по культуре Я получаю Все-таки же Ей нужно быть Итальянкой Ну как быть? Нужно Желательно Желательно Быть Давайте, ребятки На таком моменте Я, наверное Закончу эту серию Честно говоря Немножко подустал уже Уже и тяжело Разговаривать Да и думаю Вам вот Наверное Уже стало Скучновато Поэтому давайте Мы закончим Эту серию Все вместе Поставим По лайку Под этим видео Подписывайтесь на канал Если вы этого еще не сделали Ну и если вам нравится Это прохождение И нравится Вообще Данная игра Ждите Конечно же Следующих серий Не знаю По возможности Я запишу Их Сколько получится Но вообще Хочется Честно говоря Доиграть До Финального Аккорда Данной Данной Игры Да Я уже не помню Честно До какого года Здесь идет Временная Линия Но Думаю Еще Два Три Столетия Будет Ну ничего Вот у нас уже 1128 Год Впереди Ждут Интересные События Наверное Мы их все Увидим А в некоторых Вполне возможно Мы и поучаствуем Но это все Уже будет В следующих Сериях Всем спасибо За просмотр И всем пока Будьте здоровы Всего хорошего Всем ура Спасибо за субтитры